Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Сейчас мы разберём задание номер 1017. Вычислите примеры. Итак, А. 68 умножить на 48 плюс 68 умножить на 52. Если мы будем выполнять по действиям, то устно нам затруднительно будет это сосчитать. Но 68 умножить на 48 устно и 68 умножить на 52 устно – это затруднительно. Воспользуемся основными свойствами для действительных чисел. И здесь воспользуемся распределительным свойством. Мы видим, что в слагаемых есть одинаковые множители. 68. Вынесем 68 за скобки. Тогда в первом слагаемом останется множитель 48. Во втором слагаемом останется множитель 52. А теперь нам очень легко сосчитать устно этот пример. 68 умножить на 100 будет 6800. 59 умножить на 37 плюс 59 умножить на 63. Воспользуемся точно таким же свойством, распределительным свойством. Мы видим, что в слагаемых есть одинаковый множитель 59. Вынесем его за скобки. Тогда в скобках от первого слагаемого остается множитель 37. От второго слагаемого остается множитель 63. 59 умножить на 100 будет 5900. В 87 умножить на 29 плюс 87 умножить на 71. Точно такое же распределительное свойство. Вынесем за скобки 87. Тогда в скобках остается слагаемое 29 и 71. 87 умножить на 87 умножить на 100 будет 8700. 17 умножить на 73 минус 63 умножить на 17. Распределительное свойство. Вынесем за скобки общий множитель 17. Тогда в скобках остается 73 минус 63. 17 умножить... 73 минус 63 будет 10. 17 умножить на 10 будет 170. Д. 382. Умножить на 400. Минус 500 умножить на 382. Здесь тоже вынесем за скобки общий множитель. Общий множитель 382. Тогда в скобках будет 400 минус 500. 382 умножить на 400 минус 500. Это сложение чисел с разными знаками. Плюс 400 и минус 500. Чтобы сложить числа с разными знаками, надо от большего модуля отнять меньший модуль и поставить знак большего модуля. Здесь у большего модуля знак минус. Значит, ставим знак минус. 500 отнять 400 будет 100. Итак, 382 умножить на минус 100. Положительное число умножаем на отрицательное. Получаем отрицательное число. 382 умножить на 100 будет 38200. Итак, получили минус 38200. И последний пример Е. 756 умножить на 350. Плюс 756 умножить на 650. Применим распределительное свойство и вынесем за скобки общий множитель 756. Тогда в скобках остаётся 350 плюс 650. 756 умножить... Сосчитаем в скобках. 350 плюс 650 будет 1000. 756 умножить на 1000 будет 756 тысяч. Мы с вами для того, чтобы вычислить эти примеры, воспользовались распределительным свойством. Если вам понравилось решение, смотрите остальные наши решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.